Девушки отдыхают Вам слово, вот как вы умеете двигаясь, как хотите, хотите с севера на юг, хотите с юга на север, расскажите, что происходит. Давайте начнем с Харьковской области. На севере, после того, как вынуждены были отсюда перебрасывать войска на Донбасс, киевская хунта уже о контрнаступлении не говорит и даже речи об этом не идет. Продолжаются бои, в общем-то, позиционные, когда от Рубежного и от Тернового отогнали передовые подразделения украинской армии. Там уже никто не пытается изображать переход и выход на государственную границу. Идут артиллерийские дуэли. И единственное, что можно расценивать как успех противника, его еще ДРГ не уничтожены все на левом берегу Северского Донца. В районе Хатомля продолжают в лесах орудовать диверсионные группы, поэтому там постоянно спорадические перестрелки, бои. Но высадить туда, я так понимаю, уже крупную группировку войск, навести постоянную понтонную переправу, даже не пытаются. Пытаются просто кошмарить и удерживать хотя бы часть российских войск на этом направлении, держать напряжение. А дальше точно так же, в общем-то, уже где-то вторую неделю не сообщается о том, что пытаются нанести фланговый удар в нашей группировке, наступавшей от Изюма. Мы помним, что в течение двух недель пытались наводить многочисленные понтонные переправы, начиная с Чепеля и южнее, где-то на протяжении 70 километров, чтобы выйти вот этот массив изюмский, который к западу от Изюма, большой лесной массив в излучине Северского Донца. Очень густые лиственные леса, там можно орудовать, и они пытались орудовать. В общем-то, достаточно большие силы им удавалось переправить, но в результате это все вылилось в очень большие потери. Там же сбивалось в это время рекордное количество авиации. По моим просчетам, из-за того, что было подтверждено, более 10 самолетов было сбито за две недели. И там тоже эти попытки прекратились. Сейчас все сместилось именно на бои в районе Святогорского монастыря. Там бои, конечно, были очень тяжелые, потому что высокий правый берег, расположенная артиллерия, там десятки метров возвышается западный берег. Естественно, обстреливать все как на ладони, на десятки километров просматривается, поэтому удары ракеты и артиллерии были очень тяжелые. Тем не менее, я не знаю, каким образом, но в этих условиях наши войска таки наступали. И вот вчера появилось сообщение о том, что уже занята как минимум половина Лимана, там же Красный Лиман до переименования после 2014 года. Говорили о том, что там взято более 500 пленных, но подтверждения, документального подтверждения этой цифры пока нет. Но, безусловно, в том, что противника, это вот в районе Лимана была именно такая окруженная группировка после подрыва дамбы самим киевскими войсками в районе Раигородка, она была в таком полуокружении. Сейчас они оттянулись в основном за пределы города, за железную дорогу западнее. Ну, а как будут развиваться тут события, приблизительно понятно, потому что, ну, противник уже, начав отступать, остановиться достаточно тяжело за сам город зацепиться. Скорее всего, он в течение ближайших дней будет освобожден и зачищен. Ну, а судьба группировки и количество пленных мы уже узнаем по факту, чтобы не гадать. А вот все же, давайте все же проанонсируем, потому что я, конечно, понимаю, что многие тут обвинят нас с вами в военной пропаганде, но, тем не менее, это точно, в общем, не я эту цифру вбросил. Она появилась вчера из нескольких источников, якобы в Лимане уже сдались в плен, порядка 500 украинских солдат. Но цифра, конечно, поражающая воображение. Даже если она ниже, я так понимаю, что все равно счет идет на сотни. А почему, собственно, а что произошло? Там совсем не подготовленные военные? Ну, дело, наверное, не в подготовленности. Во-первых, конечно, Азовсталь оказала, ну, очень большой удар, потому что это был символ, который на протяжении двух месяцев, в общем-то, разгоняли по всем войскам. Демонстрируя, мы же понимаем, что там очень работают политруки, то есть офицеры по воспитательной работе, там есть капелланы, там есть в каждом части, на уровне, если не роты, то хотя бы батальона, костяк националистов. Но в этом мы неоднократно убеждаемся, что по взятым в плен и освобожденным территориям, в том числе и в районе Изюма. И, естественно, войска-то там неплохие, но вот сдача двух с половиной тысяч разом и ликвидация символа, это очень сильный морально-психологический удар, безусловно. Плюс длительное нахождение под постоянным огнем с невозможностью хоть каких-то контрнаступательных действий. Безусловно, их боеспособности не способствовал и подрыв дамбы, то есть фактически их отрезали от основной группировки, естественно, снабжение ухудшено, ухудшено боепитание, пополнения, я так понимаю, не было вообще никакого. Ну и в этих условиях, да, морально-психологическое состояние солдат падает. Ну, ко всему прочему, еще вспоминая вот бои 14-го, начало 15-го года, у особого вождения, сейчас, прошу прощения, выскочил из головы, Дебальцевского котел, собственно, тогда и сам Захарченко, и многие те участники говорили о том, что подтверждалось, ну, и я разговаривал с людьми туда, они не выдерживают ближнего боя. То есть пока речь идет о ракетно-артиллерийских обстрелах, минометных обстрелах, дистанционном бою, все нормально. Когда идут уже городские бои, как правило, предпочитают отходить. С нами Михаил Ануфриенко, военный эксперт. Мы обсуждаем, собственно, военные новости, успехи. У нас много успехов. Прошу, Михаил Борисович. Ну, если дальше двигаться от Лимана и проблемах Святогорской группировки, которые, в общем-то, будут нарастать, потому что мы же понимаем, что и по правому берегу продвигаются вооруженные силы России, фактически подпирая вот этот лесной массив, который находится на возвышенности вдоль Северского Донца, прикрывая Святогорск, положение там, в общем-то, в ближайшие дни будет определяться готовностью наших вооруженных сил, развивать на вступление с этой стороны. И вот тогда Святогорск, в общем-то, не устоять, потому что все преимущества возвышенности и позиции, которые расположены, в том числе и в самой Лавре, ну, сводятся на нет практически. Как будут развиваться события, посмотрим, потому что как раз в этом районе вдоль дороги от Изюма на Славянск идут сейчас в основном артиллерийские дуэли. То есть после того, как наши начали обстрелы Курульки, то есть перерезали от Барвенкова дорогу на Славянск, войска дальше не двигаются. То есть уже по той тактике, которая выбрана и стала по факту уже нам известна в течение последнего месяца, производится планомерное уничтожение всех выявляемых позиций. То есть долго, день, два, три, недели, до тех пор, пока не будет решено, что при минимальных потерях в личном составе можно продвигаться вперед. Ну, мы это классически видели на Азовсталь. То есть не давая возможности наносить нам урон, уничтожаются, пошли вперед, отгрызаются, отошли, снова поражение. Ну, чего-чего снаряда у нас достаточно. Слава Богу. Ракеты тоже проблемы не будут. Боятся, что не хватит крылатых ракет, эскандеров и всего прочего. Я не собираюсь рассказывать какие-то инсайды, секретные информации о количестве производимых ракет. Но авиабомб хватит не то, что на Украину, а на весь западный мир. Еще останется. Ну, собственно говоря, опять же, под Мариуполем освободились такие силы авиации, артиллерии, ракетных систем, которые сейчас перебрасываются на другие направления, позволяют их усиливать без необходимости задействовать какие-то дополнительные части из собственности территории России. Ну и далее, если говорить, самое главное, это безусловно то, что происходит в районе Северодонецка. Северодонецк действительно окружен со трех сторон. Это плотнейшее там. Никто даже никуда не пытается уходить. Можно уйти только сейчас через реку. Мост наш тюльпанчик раздолбал. Ну, опять же, переправляться можно, но снабжение группировки в Северодонецке, безусловно, осложнилось. Тем более, опять же, все это находится под огнем. Далее сейчас тоже расположено на более высоком берегу, но в городской застройке это уже не так существенно, потому что, мы понимаем, закрываются домами, там много многоэтажек. То есть, там идут уже городские бои. Они идут на окраинах со всех трех сторон. Уже все, так сказать, прилегающие к Северодонецку населенные пункты освобождены. Там концентрируется уже вторая линия, так сказать, тылы. И идут бои в городской черте. Положение группировки по сообщениям, опять же, сейчас очень модно стало в вооруженных силах киевского режима жаловаться. Да, жалуются в соцсетях постоянно на то, что нет пополнения, нет боеприпасов. Ну, в общем, идут разговоры о том, что нас бросили. Как будут развиваться события, понятно уже по опыту остальных штук. Михаил, а знаете, вот что хотел вас спросить? Вот никак не могу найти ответ сам для себя. Ну, как-то довольно странно это для действующей армии. Ну, собственно, как бы и наша пропаганда. В хорошем смысле этого слова, в общем, каждый божий день говорит о диктаторских замашках Зеленского. Ну, и все такое проще. И тем не менее, опять-таки, каждый день появляются вот эти вот ролики, где вооруженные люди, солдаты украинской армии, то есть не какие-то там партизаны-ополченцы записывают ролики, жалуются, фактически угрожают оставить боевые позиции. Это вообще как вообще? Как это может быть? Вот объясните. Объяснить я это не могу, потому что на моей памяти подобное происходит впервые. Я нигде и никогда об этом не читал, тем более не сталкивался с этим сам. Есть факты дезертирства, есть факты массовой сдачи в прием. Это понятно. Это нормально все. Выполнять приказ или самозвольный уход с позиций. Все это есть, было и так далее. Но вот подобное никогда не сталкивался. Даже не мог поверить, что подобное возможно. Тем более, что ведь все эти обращения нигде не вызывают адекватного ответа. Если вы воюющая армия, и у вас какая-то часть или подразделение выступает с подобным заявлением, оно должно быть как минимум расформировано, а офицеры отданы под суд. Потому что они это допустили. Это ясно, нормально. Ничего подобного не происходит. То есть это доказывает по факту, что сама система управления войсками у киевского режима находится на каком-то пещерном состоянии. То есть какие-то не армейские, по сути, а парамилитарные подразделения с большой долей самостоятельности. Я не собираюсь их уничижать. Говорят, что они плохо воюют. Нет, они хорошо воюют. По крайней мере, мы видим, что не получается нам быстро пройти до польской границы. Но я не говорю об осложняющих факторах, о том, что нельзя уничтожать города, гражданское население. Ну, много сложностей. Мы не можем, как англоамериканская авиация, выбомбить тот же Дрезден в ноль. И как все остальные, там, Гамбург и прочие города. Когда там на 80-95% уничтожалось все, вся гражданская инфраструктура, вместе с населением и со всеми прочими. Напомню, во Вторую мировую войну англоамериканская авиация 100 тысяч гражданских бомбометаний и 70 тысяч детей. Это официальные данные. Причем сводки тогда публиковались совершенно спокойно. Ладно, это дело проще. Но суть в том, что украинская армия демонстрирует совершенно невиданные прежде подобные обращения. А это, безусловно, будет стимулировать в все большем количестве и дезертирство, и невыполнение приказов. И вполне возможно, что те сдачи в плен, которые мы сейчас начинаем наблюдать, они будут расти по экспоненте. Я не хочу, опять же, ура патриотических заявлений. Просто, видя, что происходит, я не исключаю того, что после падения еще двух-трех крупных укрепрайонов, вот, грубо говоря, сейчас Северодонец, что-то еще подобное, начнется массовая сдача в плен. Вот, смотрите, я чем хотел с вами поделиться. Может быть, там, я ошибаюсь. Вчера я наткнулся на один из постов, ну, в провластных украинских телеграм-каналах, где, в общем, как мне показалось, был дан ответ на якобы предложение Залужного отвезти войска из Северодонецка в сторону Лисичанска. Вот, иначе они попадают в окружение. И, в общем, было написано буквально следующее. Стратегия Зеленского биться за каждый поселок доказала свою верность под Киевом. Я так понимаю, что решение принято. То есть, они готовы остаться в окружении. Решение принято, мы видим по факту уже, что им отходить надо было еще неделю, как минимум, назад, закрепиться на правом высоком берегу и действительно держать оборону, отгородившись и рекой, и возвышенностью. Ну, то есть, удобные позиции. Можно биться. Но две тысячи человек, как минимум, которые находятся в Северодонецке, в общем-то, бросали, что нравится в Северодонецке. И политика, достаточно очевидно, они, не скрывая, много раз уже писали на протяжении нескольких недель, цель дотянуть до конца лета. А там что? Западные кураторы, а западные кураторы убедили банковую, что к этому времени поток оружия с запада достигнет таких масштабов, что если Зеленский увеличит численность армии еще с 700 тысяч до миллиона человек, вот эта масса начнет наступление, освободив все в границах 91-го года. И вот это сейчас официальная стратегия. Любой ценой держаться за все, что угодно, и нельзя отказать, есть в этом здравый смысл, потому что, только что то, о чем мы говорили, сдача вот того же Северодонецка, еще очередной удар по морально-психологическому состоянию войск, и может начаться массовая сдача. И обратите внимание на то, что в первую очередь вот эти вот заявления, все публичные заявления больших групп военнослужащих звучат из бригад терробороны, сформированных на Западной Украине. То есть, тех частей, которые сформированы компактно, из компактного проживания людей с одного региона. Причем, регионы Западенщины, которые, это совершенно очевидно для тех, кто много лет жил на Украине, это совершенно другая страна, это другой менталитет, другая религия, другие ценности, другая культура. Семь веков жизни в других государствах, которые территории остальной, ну, теперь Украины или бывшей Украины, не имели никакого отношения. И вот эти люди, они воевать за кого-то там, за, как они говорят, схидняков, не будут никогда. До тех пор, пока была вот после развала Союза у них надежда и уверенность в том, что можно натянуть галецкое одеяло на всю территорию Украины, а может там и на Кубанище, еще на что-нибудь. Они готовы были. Их направляли как управленцев, как образование, как чиновников и в Одессу, и в Харьков, и куда угодно. Как только пахнет жареным, они проявляют острое нежелание, это, кстати, в Великую Отечественную было точно так же, находиться на территории или в обережье категорически, в Центральной Украине тоже, и вот концентрируются у себя в Галиции, где быстро в случае поражения начинают говорить о том, что мы вообще к той территории отношения не имеем, мы отдельная территория, будьте добры, и вообще мы хотим в Польшу. Понятно, спасибо большое. Михаил Онуфриенко был с... А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, почему же тогда в утиритарном государстве, правильно, утиритарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один... в соединенных штатах федерализации? Федерации. 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 В соединенных штатах федерации, вот так, я слышал бы, да? Да? А как называется? Соединенные штаты, федерации, это федерация? Федерации. 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 Да? Федерации. 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 Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские, это какой, чей отвечает? Просущие семя повыедем за родную Россию, как руси их рассеют, тяжела будет Иисусове. Рукашевский губ. Губер сделан украинским угломом, ночевым. Пытаясь, да? Да? Украину, не надо испытывать наше терпение. На любой выход. В нас есть кольцовый ответ вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головым по горанжевым изнаметам. От Хайкова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, нагмерный бой. Ты машинской силой неумною, не рачивай, чумой. Тебя сверзали кумачом и опустили на колени. Свергнул топор над балачом, а приговор тебя прочел Крамовый царь великий. Кэмми. Кэмми.